А сегодня, друзья, у нас потрясающая новинка из Поднебесной. Крутая магнитола на андроиде Boss Mini Q15 2K. В своем бюджете считается топ. Почему? Во-первых, потому что у нее идет экран 1,5 дюймов. И, друзья, полонцены, энкодеры, крутилки, которые работают потрясающе. Мы уже ее юзаем. Полчаса нам очень понравилось. Посмотрите, внутри у нее идет, получается, дисплейчик. Показывает громкость с другой стороны. Вот у нее, то есть, это идет кнопка приглушения и переключение трека. Она еще и сенсорная. То есть, нажали, включили, остановили трек, воспроизвели. Вообще, прям изумительно. Энкодер работает очень приятно. То есть, для тех, кому реально нужны полноценные механические крутилки, пожалуйста, в этой модели они присутствуют. И большой, потрясающий экран. И еще с разрешением, друзья, 2К. Вот я вам включу видео. Сами обратите внимание. Потрясающая картинка. С любого угла, с любого наклона. Даже с магнитолой будет стоять сверху. На ярком солнце будет прекрасно все видно. Это, друзья, истинный 2К. Как у топовых ТИСов и прочих видов такого типа магнитол. Далее, большой плюс данной магнитолы в том, что у нее идет встроенный восьмиядерный процессор. Основа, значит, вот китайцы пишут Cortex-A55 Unisoc. 6 гигов оперативки и 128 встроенный. Куда больше. И, соответственно, у нее еще дополнительный встроенный, так называемый, звуковой процессор. Звуковой процессор у нее DSP. Давайте сейчас посмотрим, покажем, как это примерно выглядит. Ну, трек, допустим. Мы ждем какой-нибудь. И зайдем в настройки. Крутилка просто потрясающая. А еще забыли отметить. Смотрите, вот так прижимайте. И все, у нас звук встает на паузу тоже. Офигительно. Вот трек берем. Крутилка переключили. Переключили. Офигенно удобно. Ну, это народ уже давно требовал. Наконец, вот китайцы сделали. Экалайзер 32 полосы. Плюс дополнительные всякие настройки, типа временных задержек. И, соответственно, также есть срез. Если вы, допустим, ставите штуки, типа эстрадной акустики на нее. Действительно, по звуку достойный магнитола аппарат, друзья. Хорошо проработанная довольно-таки менюшка. Китайцы сами запилили здесь софт. Вполне все приятно, информативно, удобно и просто. Также здесь дополнительно, как китайцы уверяют, 4G последнего поколения они внедрили. Хотите здесь, пользуйтесь интернетом через Wi-Fi. Хотите, покупайте симку, вставляйте модем, который идет в комплекте. По проводке полный набор проводов. Кстати, это первый завод, у которого мы увидели реально качественные, так называемые тюльпаны. Обратите внимание. Очень хорошо пропаян и сделаны с колпачками. Прямо и сами провода толстые все, что вот USB-шника два прям. Посмотрите на их толщину. Прям классно сделано. Что вот на тюльпаны, чтобы исключить всевозможные фоны и так далее. Вот модем висит встроенный. Это дополнительно антенна Wi-Fi. Еще дополнительно тюльпаны Wi-Fi, GPS-антенна. Ну и там возможность подключения камеры заднего, переднего вида и основная колодка RCA. Это вот такой вот максимально крутой аппарат. Свою бюджет стоимостью ориентировочная где-то 30 тысяч рублей на сегодня, на июнь 2024 года. И это реально будет в своем бюджете хит-продаж. Кому нужна яркая матрица, хорошая мощность, еще приятные механические крутилки-энкодеры. Офигенно удобны в использовании. Современно круто. Босс-мини модель под названием Q15 2К в наличии магазина. Модель.